так ну что всем здорова начинаем ребят стрим очередной сегодняшний соответственно будет он не супер долгий но посмотрим целую группу варди инвитейшн турнира здесь должен Блай играть по идее он сейчас здесь скоро группа начнется и мы будем смотреть все матчика выложил кстати я вчерашний стрим так что я хотел сделать сейчас я раз пойму что я хотел сделать это все дело скачал что-то забыло что я хотел сделать даже ну все люди появляются тут ждем начала так естественно есть задержка ну 90 секунд не 120 как была поменьше немножечко это вот на ! на в в в Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... в общем ждем начала и сейчас все начнется уже пацаны карт черкует так Так, какие-то игры вроде Варди пишет одновременно будут идти, но я как бы не знаю, какие именно будут там одновременно эти игры. Варди пишет одновременно. Так, рекламку пильну, чтобы было. 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 Какая-то была у нас первая карта, первый матч. Так, с Блайом. Не знаю, как там Оптимус. Так, рекламка пильну. Так, рекламка пильну. Продолжение следует... 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 Так... Продолжение следует... 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 у маны иногда 2 бомбила раньше поэтому время и тянешь к ману выбесить маленько и взять его тепленьким потом так здесь еще вторая призма уже на мэн есть, да варфы все новые и новые идут гай гай бай пишет что-то было это законтролился по-моему немножечко и сказал бывает чего там говорить то что-то Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Тебя замотивирует это на фермерство, понимаешь? Вот так вот... Ты получишь научные знания и будешь норм все делать... Так, ну что же... Семнадцатая хата, газпул ублай, ребят... Вторая карта, карта под названием Мионная площадь у нас... Мана достаточно легко взял первую игру, счет надо проставить, да... Не знаю, как так получилось, но так легко ее взял... Старгейт опять ума на, в общем-то, как в предыдущей игре... Былая прям к нему, собственно говоря, и летит... Конечно, спалят его... Здесь у нас пилон... Кибернетка в гейт... Стенка здесь еще один гейт будет... Ну так вот, и здесь проход будет... Пилон выдаваться будет за стенку, получается... Ну а что делать... Мана спалил Старгейт, естественно... И... Пролетает овером... Здесь у меня точка сборок открывая у Мана... Надо бы пробку направить... Она стоит, почему-то ничего не делает... Мана этого пока не видит... А ну он здесь пробку прикрывает от адепта... Вот... В смысле, от адепта, от собак... Так... Так... Что здесь? Собаки на второй базе... Собачанка... Так... Две пробки, два линга сбрели... Неприятно, но... Ничего прям супер страшного нет... А Мана... Так... А Мана четыре собаки сбрил... Три-четыре, тридцать шесть... По рабочим, ребят... Ну так... Немножечко понапрягал, конечно, Мана... Ман у Блая... С собаками... Ну всё дальше... Очень стандартно происходит... У Блая что-то лингов там до заказа порядочно... Сейчас я смотрю... Королева одна всего лишь на второй базе... Что себе, смотрите... Мана прилетает... Чё он делает? Я чуть не понял... Хех... Выпилил Кривтумор и ушёл... Собаки тут бегают... Ну Блая не стал лынить там вперёд... Масть свингов... Просто дофига и больше... И больше... Не искал бы... Ну зачем он два адепта он отдал... Для меня непонятно, конечно... Королевы зато отвлеклись от мэйна... А Ракул спокойно абсолютно пролетает... Мана... Мана видишь... Здесь... Пускнет порки... Четыре дрона... Выпилил Мана сейчас... Приятного мало... Но... Тоже не смертельно... Как бы... У Мана здесь пока... Раскачка идёт... Вижу Робот Вайлайт... Вижу плюс Гейты... Вижу Пилон дополнительный... Просто Соплайблок... Мана нажил... Пусть всяким образом... Непонятно... Ставит одну батарейку... На всякий случай... Но Соплайблок... Не в тему вообще... У Мана, если честно... Опять же... Архивы Темпларов... Сейчас будет достаточно много газа... Плюс... Мана газ на второй базе... Вы видите... Достаточно рано запилил два... Газа... Они работают и... Крючка чает... Помаленьку... Здесь... Возможно... Опять же... Как в предыдущей игре... Двухбазовую какую-то хрень... Мана пытается сделать... Не знаю... Ну... Наверное... Нет уже... Потому что... Ожидаемо в принципе... Ну... Призма строится... Это... Хотя нет... Ничего подозрительного в этом нет... Это не двухбазовая тема... Ребят... То есть это выход... Тех же Архонов... Через Фаржус... Плюс один... Но... И четыре Гейта... И здесь же карманная база третья есть... Хоть на ней и четыре минерала... Но все равно ее... Ну... Почему бы не поставить бы ее... Вот... Полетели... Полетел призма вперед... Была ее... Непонятно... Заметил или нет... Там как-то рядом все это происходило... С этим лингом... По-моему не заметил... Ламе так показалось... По его вижену... А может и заметил... Ну... Архона плюс чарж делаются... Вы видите сейчас... Архончики на мейн погнали... На мейн погнали... У Блая рабочий строится... Здесь третий... Нексус ман... Это раскачать... Овера подрезал... Ну... Засаживать надо... Оверов... Засаживает Оверов... Собаки... Королевы на мэне здесь присутствуют... Так... Пару дронов... Одного дроночнее забрал... Блай... И из газа... И несколько собак забрал... Здесь маня... Нексус третий... Имеется в наличии... Здесь Овер что ли... Это видите... Овер без скорости... Просто в наглую летает... Просто разведают... Да... Похоже так и есть... Диеты добавляются... Плюс один делается... Все делается... Ну... Тут Блая больше лимита... Чем у мана... Блай там шпиль пошел... Ну... Мана был старгей... Мана вычищает... Крип вообще тут... На идти час... Что называется... Ведь... Снизу Блай... Не давай его... Поставить сюда... Апсель же... Наверх летит... Здесь тоже крип есть... Тут все безнаказанно... Мана как-то входит... И крип очищает... Швирин крип тумор... Минус... Так... Апсель же... Желательно было бы увести... Сейчас тут же он будет... Минус... Блин... Тут же за залп королевы... Сбивает его... Шпиль почти готов... Там... Там шторм пошел... В араку в районе 3... Четвертая база... Вероятной... Мана... База... Но... Пока он не стоит... Пилоны строит... Так... Плюс 1... Гейты... Не бустится... Грейт... Никакой... Энергии... Здесь... На 2 буста... 4... 7 бустов... Сейчас ума... Он может сейчас плюс 2... Просто сделать... Два раза быстрее... Чем он есть... Чем он делается... Пока эти бусты... Кстати... Мне... Опустили... Надо пользоваться этим... Так... Здесь еще раз... Архона Хараса... Тошел назад... Зилки давят... Третью базу... Глай Бэйны... Плюс королевы... Бэйны взрываются... Бэйны тоже... Где них тут... Между прочим... И... Четвертую мана... Да... Шторм уже есть... Глай по 15... Дронов... Мастер нафига шпиль ставил... Непонятно... Муталисков не делает вообще... Ни одного... А где шпиль-то? Был же где-то... Так... Видите... Мана шпиль минус... Что ли? Или Блай отменил... У него нет шпиля... Похоже... Я что-то этот момент проморгал... Если честно ребят... Но... Так и я что-то и не понял... Что там произошло... Призма едись... Батарейка... Пилон... Все делают... Все хорошо... Архончик вперед идет... Дамаженный... Не надо дамаженного Архончика вперед идти... Так... Мана демонстрирует... Что у него шторм есть... А у Блая покатушки забыто сделаем... У нас вообще... Блая нет покатух просто... Это жесть... Оракул намует... Чё-то как-то Мана летит... Непонятно куда... Теряет Оракула... 10 пилотных стационарной обороны... На Мэй нет... Бусты вообще не применяются... Никуда практически... Вот... Наконец-то начал фаржу густить... Плюс два роботика... Начал густить... Деморфелы строятся... В общем активные... В больших количествах... Соответственно... Робочки на четвертую... Погнали... Ну здесь перетягивают... Армию манкует... Конечно... Понимают откуда... Гидра зайдет... Тут призма полетела... Блая... Спалил эту призму... Плюс... Еще два гейтаманчика ставят... Ну... В общем... Лимит тамана больше... По рабочим практически вровень... С Блаем идут... Грэды два когти... Здесь сейчас две атаки будет... Два когти... С какой-то стороны неплохо... Но гидрата нулевая... Как уже мы знаем... Это стиль такой... А у Протуса на все есть... Вот Блая здесь муталей заказывает... Тамана выход делает... То есть... Если тайминг выхода сейчас как раз под муталей будет... Это для Блая будет... Хуже всего вообще... Потому что ну... Ничего не сможет противопоставить... Короче этому... Выходу... Так... Ревелэйшн кинул... Тут призма залетает... Шолдовард зилатов... Танк... Ооо... Мута девять люркеров... Чуть и... Ну Блая усиливается очень сильно сейчас... Он усиливается просто нереально... Как бы у него будет и оборона... У него будет и отмутка... Там все что необходимо... Вот... И мана вообще муталейства кстати не ждет сейчас... Вот только сейчас он спалит призмы с зилками... Смотрите... Опа... Амута залетая... Блая обнаруживает призму... Надо сразу феникса мани заказывать... Надо что-то на мэйне заказывать... Довар пошел сталкеров... Мани может телепортнуться на мейнбэр... Сейчас имело бы смысл... Потому что он куда-то ломанулся в размен... А как он здесь отобьется то я что-то не понимаю... Так... Под люру зашел... Где здесь тоже люрау блак... Стеблая очень теплая... Сейчас мани теплые приемы окажут... В кавычках конечно же... Теплый... Так... Сталкеры дамажит... Ну... Нескому то алистов падает... Батарей почему не готово... Здесь хату вынес... Но... Непонятно что для меня мана делает сейчас... Сюда идти ни в коем случае нельзя мани... Вон видишь здесь люра... Станчил бейна... Станчил все здесь что было... На мэйне все-таки отбивается... Кое-как... Понес... Понес потери не слабые... Ну и кстати... Обратите внимание... Здесь микс у маны против муты... Такой не сильно прямо хороший... Арконы да... Конечно хорошо... И Шторм хорошо... Но сталкеров нету... Которые будут... Добивать... Блинкаться вперед... Там как-то агрессивно... На четвертую базу рыпадет... Сталкеры есть? Блинк у них тут есть? Да есть и блинк у сталкеров... А на второй базе ничего нету... У маны... А вот это уже печальчик... Шторм молоко... Ну мана... Так... Сюда... Карманную базу летать... Лая контролит... Ман сверху стоит... Апса не взял... Ни хрена не взял... Шестнадцать пробок уже дома... Ману залил... Убла мишка чем... Грейтер спайр делается... Кстати говоря... То есть сейчас груды будут... Закон... Здесь мана вперед идет... Зачем он... А... Ну он типа... Сплетануться... Решил проатаковать... Да не-не-не... Тут некуда ему атаковать... Вообще... Блайя пытается ману согнать отсюда... У него плохо получается... Так... Сейчас оракулу все-таки добил... Но оракулу точно не надо было отдавать... Еще четыре пробки... Минус нового блаймани... Ну талисков правда все меньше и меньше... Четыре там по-моему штучки осталось... Или как-то так... Маловато короче... Сейчас три... Ну восемь пробок ман забрал... Опять же... Блайя отдает хату... У него запас хороший конечно... Но не надо отдавать... Эскейп не нажал... Просто-напросто... Флетбекон на мэн... Пошел... На второй течне базе... Плюс два старгейта... К грудам готовится мана... Понимаю что... Груды сейчас пойдут... На двое... Здесь камни пробивают... Шататат... Надо выйти бы отсюда... Там... Уре закопка... Амбру дамгрейт... Уникальный... То есть мана пока... Заказ пятый... Никсус карманную... Вообще не добывает базу... Хотя... Надо перетянуть... Немоченько рабочий походу... Здесь четыре пробки осталось... Что еще он делает... Почему... На дальней базе... Четыре пробки осталось... Понятия не имею... Здесь пробки вообще... Почему-то стоят... Вообще мимо... Мана хрень какую-то делает... С экономикой... То есть он не контролит... Нормально... Тут все стоит... Везде пробки стоят... Газ там на мэне... Два рабочих... Здесь вообще четыре осталось... Почему-то непонятно почему... Здесь восемь... Уже пробок... Двенадцать... А... При этом всем... Здесь еще три стоят... Ничего не делают... Зато блайбеллингами пришел... А убить-то и нечего... Блин... Сторм по собачкам... Там отходит... Шторма их... Здесь бруды... Прогоняют ману... Ну у мани три темписта... Уже строятся... Ребят... У маны плюс один... Как бы... То есть он... Ждет... Блин... От блая... Вот этой всей... Круговой темы... Так... На центре... Островочек крипа... Был у маны... Углая мана... Выбил сейчас... Снизу тут бас занял... Здесь вообще два архунста... Это три мутались... Какой-то вообще... Непонятная тема происходит... Здесь... Рабочих особо нет... Мута просто висит... Ничего не делает... Сливает... Мановские там эти... Призмы на карте... Вот мута... Опа... 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 Так... Вообще не контролят... Сталкеровцы... Это почему-то... Мана... Вот ушел... Криво... Ушел... А... Сервис потерял... По центру все еще бегает... Там что-то... Тупо резит... Не то что тупо резит... Ждет темпистов... Я бы сказал... Здесь мана... Вот сейчас их будет пять... То есть они ваншот... Бруда будут делать... Мана бегает... На центре... Архоны мне просто уйти... Не могут... Три архоны сейчас может залить... Просто и все... Два... Темписты... Бой ступают... Мана назад... Пришел армии своей... Непонятно... Какой-то все бегает... Короче... С одной стороны архоны... С другой стороны архоны... Везде короче архона... Блайлюра... Плюс бруды... Идет вперед... 15 брудлордов... Блай... Жесть какая... Темпистов четыре штуки... Штармы пошли... Надо подступить назад... Все... Темпистов пять уже штук... Это ваншот брудов... Мана что-то бьется... Вообще в лов... Че он бьется-то... Непонятно... Че он назад-то не уйдет... Нахрен он отдает архонов-то здесь... Вообще... Сэморку... Блюра... Вперед идет... Книзу гидра... Маны все меньше и меньше... Не ожидал он такого мясища... Походу... Подблая... Что придет... Вообще... Оно пришло... 165... 126... Архонов еще бьются... Я не знаю... Если брудов получится... Мане минуснуть... То... Тогда... Ублая все плохо будет... Реально... Караптеры долетают... Новое-новое... Так... Зилки бьются... Сталкеров... Нет... Просто нечем... Нечем люру вызвать... Вообще... Дуды хоть там улетели дальше... Куда-то вообще... На брудов... Минуснуть... 10 темписта... Там темписта сверху... Везде... Темписты, короче, есть... Гидра в наглую... Темписты что-то бьет сейчас... Караптеры опять прилететь... Гидралис тут надо убить... Ё-моё... Гидралиски обнаглели там просто... Обнаружения нет... Неужели мана так слился... Да... Слился мана так вот... Молодец... Блачу... Берет карту щас... Добегался мана... Не готов он... Гру до люре... Всякому мифту опасному... Ну дужей Тизил... Ничего не сделаю... Даже обнаружения нету... Мана... Бегаем... Один на один... Ребята... Третья карта... Благодарю... Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok ДимаTorzok 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 Собачки пришли, сейчас развалят Давайте пробку, это собака черт его Так, что у Блая дома 10 собак, здесь 7 адепт приходят Неплохо, я бы сказал 4 адепта, все адепты идут На дальнюю базу На четвертую, здесь группа заходит Прямо на вторую Поднимается на ХГ Роучи подстраивает Блайну В момент прихода адепт тут не было Еще, поэтому умудряется Мана здесь рабочих разваливает Нормальное количество, не стал телепортироваться Никуда, а адепт просто 6 дронов и 7 выносят Но Мана их Блай в итоге их убил Конечно адептов этих У него есть 7 роучи, но Блай Дронов делает, то есть он не собирается Увы, не повисать на каком-то жестком Против маны Так, ну рабочих Надо бы Задержать было бы Манни Но он поехал Дистанс майнингом Ну цехшку все-таки нажал Две батарейки Собственно говоря Строются Продолжается движух Проложается Харас на мейн Так, начинается Мана просто не видит Как Точно не видит Он не законтроливает Третью Мана прилетает Блай прилетает С собачками С вами Просто Развалил рабочих Четыре мани Но сам Про Про Игнорировал Почему-то Призму И тут Четыре адепта Устраивают Не слабый Такой Харас Девять дронов Уже минус Тринадцать Это совсем печально Как тринадцать Можно потерять Дронов на таких дисках Собак Очень много Что-то Блай строит И что-то Агрессия Уже Видимо Будет Все Девят Не успели Телефорнуться И это Важный момент Тут Надо улететь Призму И просто И все Тридцать Девять На пятьдесят Четыре В пользу Маны По рабочим Это крайне печально Для Блая Естественно Уже Три Иммортала Уже Два Роба Есть Там И Люркер Ден Пошел То есть Блай Не собирается Улынить Ни в коем Включен Люру Хочет Выйти Благодаря Люре Попытаться Победить Опа Оракул Как на четвертую Неприятно Полетел Спорка Не готова Тут Вторая Заказана Сейчас Нужно Улететь Оракулом С туманной Делать Просто На халяву Четыре Дрона Прилетело Срезало Что-то Произошло Так Тут Иммортал Еще Один Иммортал Строится Твай Глуп Тут Нужны А пилоны Шпьюнитов Делать Не нужны Да Ну А что Зачем Пилоны Сейчас Пилонов Похоже Закажут Мана Походу Делай Не знаю Просто Уже Блин У него Уже Давно Этот Саплайблок Ребята Он все равно Не строит Пилонов Что Мана Делает Тормоз Что ли И робо Бэй И Блин А пилонов Все нет Он Пилонов Ёмо Как Вообще Просто Ужасно Просто Где-то Наверное Больше Минуты Будут Саплайблок Просто На такой Стадии Игры Даже Жесть Так На третий Фатонка В центр Пошел Не робо Бэй Я не знаю Для чего Калоты Или Дестабилизаторы Там Видимо Будут Против Люрэ Шторм Это Все Понятно Зачем А Шторма И нет Влинг Понятно Зачем Чтобы Перестраховываться С муталис Какими Сталкерами Но Четвертого Почему Нету Сейчас Снизу Ман Ставит Может Вообщем Колоссов Хочет Даже Закать Роботик Все Не знаю Так Блай Блай Собачка Мана Бегает Так Колосс Номер Один Пошел Шесть Трумяков Заварка На Вархонов Они Все Трансформируются Углая Что Есть Углая Люркера В сети Нет Он Вообще Чуть Не Строит Колосс Умана Всего Один Второй Заказан Нахер Уколос Без Дальность Не понимаю Но Он Пока Не спешит Дальность Делать Просто Видимо Вот И Углая Углая Собачками Отбегался Своими В итоге Рейндж Колосс Он Заказан Уже Два Колосс Сейчас Будет Третий Строится Достаточно Много Лимита Он Достаточно Мощный У него Плюс Два Заказан Углая Гриды По Нулям Сейчас Вообще Ну Куда Мана Как будто Выход Пошел Делать На Такое Ощущение Складывается Он Активней В центре Здесь Сталкеров Зачем Здесь Мана Только Единственная Так Что Тут Мана Рядом С сил Нагой Все Трется Трется Зайти Не собирается Похоже Но И нормально Подраться Как не может Здесь Адептов Оставил Шесть Штук Зачем То Зачем Мана Стукад Поставил Я Не Понимаю Шесть Люркеров Блай Делает Ну Ему Так Он Добрудов Может Не Дожить Без Люры Вот Действительно Где Факт Находится Четвертый Бать Фатонка Добыча Есть А Че Боится Четыре Люркера Четыре Люркера Всего Здесь Мана Боится Вот Теперь Надо Бояться Теперь Надо Все бы Разобрал Буклам У него Не Было Короче Такого Желания Почему Конечно Люра Перекапывает Здесь Мана Шатает Крит Блайер Пошел Еще До Варк Зил От Шести Штучек Ну Центральную Базу Развел С Кем Мана Блайер Которой Добычи Просто Не Блайер А Сам Теряет Ценненькую Базу Четвертую Пробок Не может Нормально Отвести А Че Мешает Телефор Сажите Мане Сюда И Базу Арбит Свою Не Поймут Ведь Ничего Же Не Мешало Ему Это Сделать Ман Заходит На ХГ Кидает Ревелэйшн Кривую Щипалюре Вообще Призма Яхз Где Она Висит Где Так Здесь На Третьей Базе Проблема Уже Длай На Третью Третью Ману Все Так Решил Не Отдавать И Пойдет Вперед Сейчас Он Опять Надо Архонов Выпустить Отсюда Обязательно Что Мана И делает Путем Сноса Гейта Правда Не Очень Такой Хороший А Где Зил Это Везде Отдаются Зачем Мана Их Сливает Не Пойму А Всер Ротеряет Нексус Поставил Но Стоит Вперед Не Идет Сейчас Ублая Авторов Делать Он 13 Брудов Сделает И Сразу Маня Автогг Конечно Как Вы Можете Понять Не Контролится Оракул Вообще Почему Это Делает Мана Опять Через Центр Зашел Опять Через Центр Зашел Здесь Дюркер Да Хрена Вообще Призма Висит Призма Вообще Мане Не Нужна Он Не Видит Поход Дел Там Уже 8 Брудов Ублая Заказана Но Лимита Маны Больше Боевого Лимита Маны Больше Боевого Нужно Так Здесь Дилаты Че-то Крип Выбивают По чуть-чуть Собаки Оббегают Поиск Как раз Дилатов Сталкеры Приходят Блавит Куда Мана Идет Мне Интересно Вообще Так Груды Готовы Надо Зайти Сюда На На Плески На Эти Готовы Груды Драться Уже Со всеми Юнитами С этими Надо Было Так Выпускает Мана Блая Люру Ближе К своей Армии Это Опасная Шутка Была Опасный Фокус Телепорта Домой Нет Кстати Говоря Я вам Должен Заметь Это Очень Важный Момент Телепорта Нет Трансюзы Здесь Везде У Блая Присутствуют Мана Отступает Назад Выкидывая Штормы Пытаясь Нормально Отступить И Как можно больше Блая Юнитов Подрезать Так Что он отвел Колоссы Отдельно От всего Отступают Как-то Криво 7 Караптеров Еще делает Мана Куда ты Блинкаешься Ой Три Сталкера Просто Решил Слить Ману Зачем Отходи Сталкерами Сталкерами Отходит Караптер Еще одного Минус Ну Колосса Потерял Четвертый Некс Вроде как Занял Но Как-то Опасно Он его Занял Грудов Если Блайп Поймет Что нам Брудов Много Еще Больше Сделать То Мана Убьет У него Нет Вариантов Выйти В Темпист С такой Экономикой Четвертый Некс Он потерял До этого Каких-то Имморталов Мана Строит Нахера Он Иммортал Строит Вообще Понятия Не имею Так Так Везде Все бегает Тут только Маня В какой-нибудь Размена идти пытаться воздуху, мне кажется, вариант есть, реально самый небольшой вариант развития событий для маны, как бы. Апсервера у него два есть, где они вообще? Висят почему-то апсы. Так, Грудор видит, всё, мана прекрасно видит, что Убла есть. Ну, ревелэйшн хороший, кинул сейчас. Надо выйти крип, вычистить везде, блин. С зилотами, с юнитами, чтобы просто у Блая не было вижена здесь, например, снизу мана что-то тупит. А Блая сидит и даёт мане просто развиваться, то есть я не знаю, что Блая даёт. Сейчас мана в Tempest выйдет, и уже, блин, не будет тут жизнь мёдом казаться Блаю. У него крит массы брудов 16 штук сейчас будет. Правильно, вот против такого микса, даже тут, тем более, и брони-то у маны особо нет, то есть. Против такого микса будут как раз решать все бруды. Масс бруды. Так, адепты наверх вот там заходят. На дальнюю базу, получается, в рабочих телепортируется. Тут была мана Блая. Ну, это же слив какой-то такой идёт, получается. На центре мана тут гуляет, пытается Блая понапрягать. Вот так был, да, минус. Ну, ушёл одного сталкера, разменял. Это будет неразмен на такой стадии, безусловно. И здесь крит выбил, наконец-таки. Ушёл наверх. Можно, кстати, на мэнт пройти будет, попробовать. Темписты, флитбиконы строятся. Сейчас темписты будут у маны. С темпистами шутки плохи уже. Может, тут одни бруды, но... Старгейтов сколько? Два есть, ещё два делается. Почему? Два-то мани мало, что ли? У него же два есть, Старгейта. Так. Здесь мана пытается в размен пойти. Двух выбил вайферов. Прикольно сейчас мана Блая. Опять пошли размены. В размен идут зилаты, в размен идёт полностью здесь мана, ребят. Ну, что я и говорю, сейчас надо просто переводить пробок не сюда, а вот сюда, на новую базу, а не на старую. Зилаты верхнего сейчас раскурочат просто хату. Зайдёт мана к Блаю сюда, развалит здесь всё. А, мана вообще в каррерах выходит. Ничего себе. А ресурсов-то хватит, дружок, на каррерах-то вообще. Нахер отсюда пробок перевёл, знаете, здесь просто не... Здесь просто целая база, которая вообще не добывается. Почему-то я не понимаю, почему мана вообще не реагирует на эту базу Блая. Везде всё пытается убить, в размен пойти. Так, шпиль убил быстренько, Грейтер Спайр падает. Здесь гидра есть, какие... А, здесь карреры, какие карреры-то вообще. Мани надо отменять, забыть про этих карреров. Мана может в размен, кстати, пойти сейчас вполне. Он может, да, нефтябла... Угла зданий-то нет нигде здесь больше. Сейчас отсюда пробок просто перевести и всё. Так, люра на мейн приходит. Мана не видит, что люра пришла. А вот даёт. Вот даёт. Вот тупырь-то. Вот тупырь-то. Вот тупырь! Прикиньте, какой тупырь. Просто дикий тупырь. Вообще жесть. Пришёл и всё отдал вообще. Просто взял и всё отдал. Ну, это ГГ, ребята. Да нищу этому. Я извиняюсь. Ну, по-другому это не назвать. Просто взял всё на люре, просрал вообще. Блин, ну как люре закопка, да? Решает. Насколько быстрей блинкок, ребят. Ману сюда ушёл. Чё он сюда блинкнулся вообще? Хотя вот от блинк в эту сторону, в любую. Это для сталкеров вообще фейлом был. Ну, вы не с хайф. Зачем? Вот чё Ману сейчас сделал? Чё он сюда пришёл вообще? Что хочет здесь сделать вообще? Кто-нибудь может мне объяснить? Ну, я не с хайфом, но нету. Он вообще пипец какой-то. Гэ-гэ, ребята, блай, молодец! Клай, молодец. Наш пилон атакова . На 15 брудов, да, да То есть в размену идти было плохо Нормально просто в размен идти А на 15 брудов наломиться можно Два раза мана просто ничего брудам не может сделать Гагенчик, ребят Гагенчик Ну я хозачи, тамская следующая игра у нас Ну мана еще переоценил свои силы Ему надо было грамотно просто армию максимум на две части делить И убить все здания было, вот и все Пусть бы он сидел бы привязанный К своему этому хате Если бы даже увел бы он там дрону где-нибудь Но он был бы абсолютно немобильным И ничего бы сделать не могло Не В С С С С С С Продолжение следует... 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 Семнадцать штук. Вперёд группа побежала. Сова, кстати, играла. Можно про бейлинг бастить вообще. А, здесь геликов много. Ну да, нет, геликов много и... Так, линги на геликов. Согласен. Гранно, что мне с ним захотел ещё геликов. Просто лифт отдал вообще. Сливка примет в части АВМ. Ну, ждём комбо... Ну, ждём топ-1 и прохода на турнир. Чё? Почему бы нет? 1-1 универчек с терринжовой игрой. Пошли, где вообще они делают сучники? А, вот за третьей базой. Вот оно как. Это роучи реводжеры, походу, будут. Или роучи гидра, я не знаю, что именно. Но как так? Вот мне очень нравится, как нерч-крипом мейн обносит ещё. Давно я говорил, что вот мейн тоже важно за... Ну, то есть, не даже... Потому что здесь всё быстрее ходит. Берёк королевы здесь просто себя, как любой юнит, быстро и чувствует. Во-вторых, вижен дают криптуморы, важные очень. Королева, кстати, заспамила вообще. А здесь какой-то выход в мех странный идёт. Почему странный? Потому что с одного акта, как бы, ничего нет вообще практически пока. А здесь, кстати, Либератор ждёт свои минуты, часа, когда ворваться сюда и рончать, разваливать рабочих. Вот и Либератор на мейн вылетел, в то время как на третью базу урв идёт. Нерч не готов, всё резко, прям вот так вот взять и отбить. Фокус медивак пойдёт, а что круто, потому что медиваки покусишь. Вот Нерч даёт, пошёл сверх ранние грейды. В итоге проморгал вообще всё. Здесь демч получает неслаблющие. Ой, как! Как вот этим повезло, чем-то. Жесть вообще, как он их зажарил. Но немножечко не хватило, чтобы дожарить. В итоге Нерч отбивается, и всё равно он в плюсе. Если бы эта холба третий залп сделал, где-то здесь десятка дронов погибло. Та была бы почти по-ровну по-рабочему, Нерча и оппоненты у Оптимуса. Так, Лаба, Торкина, Лаба полетели. Плюс ещё две факты. Реактор по одной из них делается. Не думает о том, как будет здесь здание стоять криво, если здесь реактор будет. Здесь бы поставил бы. Ну, Оптимус пока не думает. Когда, бляд, будет юнитом не пройти здесь туда-сюда, когда его будет убивать дробь Нерчата, он поймёт, что здание криво стоят. Но не факт, что это произойдёт в этой игре, и даже в другую тоже не факт. Так, на четвёртую большую часть дронов Нерч переводит сейчас. Такая вот эти приюта, там почти полностью добыча будет идеальная. Налажена, так сказать. Вторая оранжовая атака пошла, у неё сейчас второй броню бы заказал бы, не мешало. Тоже она ему бы. Нормально бегал, просто какой-то разговорчивый. Ну, а вердоса с Ка-2 Рейвом правит криминальным миром Старкрафта. Он может себе отрезать просто что-нибудь на разговоры, поэтому аккуратненько будет. Так, 145, 123. Так, 136, тут уже такая прям, пошёл самый настоящий выход со стороны Уптимуса к Нерчу. Но Нерча решил, что это слишком наглость, и просто 20 собак в тыл забежал к этому Коптимусу. Сгрыз рабочих 11 штук, сгрыз 2 гелика, грядёт 2 танка, а даже 3, и Коптимус понял, что у него варианты с такого расклада играть. Гага пишет он сейчас. 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 Так, африканские Квали на EM Здесь опять смотрю Я не помню, опять от Туниса Что-то уже второй турнир находит Где на халяву квалится просто можно Драггер убил корт Что за страна такая? Ивард? Да, Ивард Ивардских старкрафтеров Я слышал, что на заре кваки какой-то То ли третий или какой-то в Ивард Супер турнир как-то было Вообще там много супер квакеров Было одно Про старкрафта не знала Ну что же, Стефану Ну а что, африканец Что говорит Стефану Арабчу 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 Москва Стефану Арабчу Я оставив Я думаю сlog Стефану Арабд С enters Так, ну не арча Газ 그렇지 Смейна сейчас сделает Какой-то сверхранью вообще То есть он скорость, я так понимаю хочет выйти. Здесь барак, здесь стандартно всё. Я не знаю, что он вообще хочет сделать, если честно, мне же здесь. Так, какой донат работает, ты о чём вообще? Если мне, то всё работает. Если вообще-то, не знаю, работает или нет, для чего, о чём вообще речь идёт. Титану, думаешь, заморочиться? Слушай, ну... Титан бы сошёл за такого роста жителя какого-нибудь этого. Ну чё там, Африки, да? Алзы как-нибудь, не знаю. Стефан, в Тунисе Стефанов, что там не конкурировать на другую страну, может, тут не вариант Египта. Марокко, блин. Так. Гелики делаются? Да нет, Титанчик норм. Парень как бы, во-первых. Во-вторых... Во-вторых, он, если, думаю, будет тренинг, то он сможет и евро квали проходить вполне. Другой вопрос. Насколько усердно он это делает? Кого мотивация? Как там результаты и т.д. Так, убил 120-40, где-то, по-моему, и то, по-моему, войти. Интересно, как это связано. А, голосовое? Голосовое можно отправить, конечно. Ты там еще сам сейчас ездишь с микрофоном функция. Вот давно никто не пользуется, вообще. Так, ну вот тут что-то ездит, контролит, тут крип постоянно выбивает, не рчут. С каким-то образом непонятно. Есть факторки, летают в воздухе вообще. Спартанский шлем, чуть-чуть сегодня вопросов много вообще. Спартанский шлем, это матчерина. Ярлычок, такая, организация буржуйская, где на турнире общество через нее донатить можно. Там какие-то у них бонусы есть, они там свои деньги выделялись, что-то я не знаю. Зарабубус поддержал ваш канал на 1000 рублей и сообщает, приветствую. Так, я не понял, где донаты? Наш любимый стрим надо поддерживать. Помми, спасибо тебе. Спасибо, Зарабубус. Все имеешься, жахни ее. Зачем тремя-то в Гелика бить? Одного достаточно было. Вот дает кто-то, а. Мне же надо смотреть, что он там делает вообще. В Сомали, думаешь? В Сомали надо ехать, чтобы не в Старкрафт уметь играть, а стрелять. Спасибо за поддержок, пацаны. Всем я, на самом деле, уже хотел расслабить булки и либо в Fallout побегать, либо пойти прогуляться сегодня вечером. Думаю, ладно. Блай играет, пацанам обещал. Начал стрелить стрим. Али, он испортен. С того, он вообще-то сегодня все слил. Практически. Надо попилить здесь еще. Так, тут были линги-линги, ё-моё. Ну, королев немерено здесь у него. Аж камни чуть не взорвал. Нет, куда такой бешеный тут сегодня. Ну, зато Либератор на мэй не напрягает. Просто так его не прогнатил. А он еще и на третью полетел. Прям идеально под спорку. Энерг дисконтролил дронов. Молодец. Все, Либератор минус. Куда там полетел? Куда-то полетел он. Ну, кстати, я скажу вам. Оптимус-то напрягает неслабо. Нерч справляется. Мне кажется, что Блай беспокоит. Блать и справится с таким харассом. Вообще интересно. Вообще должен. Ману победил, да. Не знаю, Блай как-то разыграл с вечера, по ходу дела. Ману сейчас прогрел. Ну, вот как у него с тиранами будет. Не знаю, собственно. Сверхсильный мех какой-то. Но как-то так. Неплохо. Будет преимущество. 4 кадра. Ну, я рад, что ты так думаешь, Кайва, что оно будет. Но, поверь мне, для человеческого организма это мало заметно будет. Потому что, на самом деле, главная прокладка между рулем и сидением, как работать. Знаешь, главное как-то играть. Если какой-нибудь он нерч сядет, он тебя на митсуме шариковый раскурит. Просто естественно. Вот. И на мониторе квадратном этом мальцам еще электронном ЛТМ. Мониторе, блин, что они там. Так. Ну что, гелики-циклоны здесь пожгли хрип. Нерч пытается забегать. Не очень-то получает. 63 КСМ. У нерчаток четвертая хата готова и пятая ставится. То есть, то, что вот тот залет Либератора плюс заезда, на самом деле, на нерчатку влияние сильно оказали экономику. Ему теперь тяжело очупаться вообще здесь. Если он что-то тут разгребать пытается, но тяжело ему разгребсти здесь. Так, и три КСМ у меня. Там 16 аж дронов немец уже. Ё-моё, как ножок здесь адский вообще. Оппонент нерча-то. Ну здесь нерч, тем не менее. Тут же 13 рабочих выпилил, насколько я вижу. Четвертый ЦСФ-стай. Опа. Блин, полетел. Робочка я видел. Что там такое? Зачем трет с харассом, если ему нужно опасть первым? То есть, ты утверждаешь, сейчас сбреешь, короче, этого пса. Он вообще вкал. Сука на донат толерст. Нет, через gg-плеер просто делает. У gg-плеера есть свои функции. Где рядом со значком человечка в части, значок рубля. Там вот найдешь, там есть микрофонов вариант поддержки. И текстом написать. И ты можешь вообще микрофоном свое сообщение записать. Какая не так давно функция видена была. Какая не так давно функция видена была. Ну, как бы, тяжеловато с ним биться вообще. Вроде как и все и делает и правильно здесь, да? Оптинус. Но что-то не хватает. Здесь постоянное забегание идут. Стенок нет. Постоянная экономика падает. gg. Оптинус опять пишет, понимает, что и там не пробьет. В виде вайперов и здесь ничего не сделает. Я так понимаю, мана против Оптинуса. Следующий матч у нас. Да, мана против Оптинуса сейчас будет биться. Не, ну просто должен развалить по идее, не знаю. Теперь давайте сейчас пос immune. Подï Optmosts это высшего Eyebaa? Нет, вот. Хорошо. С LISA. Следующий матч у Investаалась. Продолжение следует... 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 Да, естественно, задержка на стриме. Ребят, ну... Ребят, ну... Так, ну что, манопилон гейм, я сник с киберночкой в Твайлайт выход, то есть стандартный в блинг абсолютно. Сталкеры стоят дома, пробка одна есть агрессивная, здесь около оппонента. Ну, я бы на месте мана здесь сныкал пробку. На самом деле, редко, мало считаю, что используют в Средн Старкрафте Контер Пушин. Что-то 3 гейта в блинг, на самом деле, вот, это билд интересный и он сильный билд. То есть, можно отбиться здесь при агрессии, имея здесь пилон, просто давар в атаку сделать, здесь гонишь, соединяешься, там убиваешь. Много всяких вариантов бывает, вообще, подобных развития событий таких. Но, иногда, может, не прокатить, но пробку на карте иметь неплохо, на самом деле. Так, что-то боится очень сильно здесь оппонент мана, он вообще без разведкеров аж сразу эту редко запилил на мане, ничего себе. Так, интересный, здесь под пуш. 5 мариков, циклоны, плюс еще 2 циклона, 3 циклона, еще 2 стройка, 5 будет сейчас. Варп надо, так, мане на гейты открывать, гейты он открывает, кстати, не видит вообще выхода вообще. Сейчас давар в сталкеров начнется. Где он будет давар? 3 на мейнке. Опа, циклончик пришел, надо сюда все брать. Ну, мана на мане пока сталкеров оставил. Хорошая такая группа заходит, мана, видите, прекрасно. С мэна сталкеров забирает, надо пробующих вперед с собой взять, а не затанчивает циклончиков. Все, можно рабочих отводить. Ну, все, циклонов мана убил, 2 рабочих потерял. Хорошать смешная вообще тема. Плюс 3 сталкера давар, вот то, о чем я и говорил, собственно говоря. Сейчас, так, видит мана, циклончик. Опять же, кайтить, значит, еще 2 сталкера подходят вперед. Будет интересно, агрессивный блинк от мана или нет. Пока только, наоборот, оборонительные блинки назад идут. Так, здесь еще сталкеры, да, вот заметил, ма, блин, у меня же 3 сталкера здесь еще, да, варплина, черт побери. А сейчас ведь будет еще больше этих сталкеров у маны. Сейчас он зайдет и вообще насчет разваль. Так, точка с варкера стоит. Раз, два, склоны пробивает. Вот что, значит, контрпилон пришел, просто убил вообще. Какой-то вред делает, честно говоря, оптимус, по-моему, вообще. Мана на изичек убивает его. Ну что, вторую карту ждем. Инвайт, у меня варди, отлично. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, ребят, мана как-то быстро очень и выиграл сейчас. Вот эта штука, да, помните, милиция приехала, ребят. У-у-у-у-у, оптимус, за тобой милиция приехала. А я не знал, как раньше отключить. Прокси-барак от оптимуса, ребят. Мана идет на разведку, но я не знаю, если нексус первый закажет. Если киберночку мана первый закажет, то у него вообще все прекрасно будет. Тут еще 15 секунд. Пробка, очевидно, не успеет увидеть. Потому что барака нет до того, как гейт будет готов. Не знаю, нексус мана уже наверняка не будет отменять, мне так кажется. Сейчас потянут, блин, ну... Крайне это опасно, я бы сказал, у меня отменять нексус здесь. Ну, зелком придется встретить, а потом уже... С галкером каким-то там, не знаю. Так, ну, пробочка приехала. Опа! Это не просто рипер, это рипер в гаста. Вот это что такое, е-мое. Рипер в гаста. Давно не видел я таких билдов вообще. Давно не видел таких билдов. Я думаю, вы тоже давно не видели прокси-гастов, ребята. Пробочку принял рипер. Мана увидел барак? А, он и лабу увидел. Так е-мое. Это сразу же робу просто мастхэп, что называется, и все. Шайба. Ехать завтра по делам или положить болт. Вообще, лучше киши-болт не класть. Ну, зависит от того, что сегодня делаешь. Если ты просто хипово тут отдыхаешь на стриме или просто, то можно, конечно, и положить болт. Поздняя робота у Маны, ребят. Сейчас год зайдет, и кабину тут развалит, Маня. Опа! А у него пробка на Мэни сныкана в ответочку. Так, сейчас встретит гаста. Гост в инвиз ушел! Возвращайся, мальчик! Ты чего? Так, а зачем он выключил опять? Е-мое, он выключил инвиз! Зачем он инвиз-то выключил? Все, минус гост будет. 7 секунд осталось на инвиз. Все, инвиз кончается. 5 пробок, 6 погибло, но остальные-то живут. Гост минус. Все, он орет-то так, тварь. Попробочки достал тут. Оппонент Мана здесь пилон, тут весело сейчас будет. Дома, кстати, факта есть. Сейчас циклон поедет вперед. Здесь, что Мана там? Отменяй пилон, братюня. Отменяет Мана пилон. Варпа все еще нет. Надо бы рабочих подвусть. Так, проверяет Мана, нет ли здесь Гаста где-то? Гаста едет. Биггиллоу поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Народ, всем привет от Биггиллоу. Коми, продолжай стремить. Все нормас. И дай комментарии по Лоу-ка. Я все. Спасибо, Биггиллоу. Я думаю, ты с микрофоном что-то там записать хочешь. Этот, как его? Какие комментарии по Биггиллоу по вашему? Я сказал, он раньше играл, но не очень, насколько я помню. А сейчас-то он и не играет особо, по-моему. Так, три адепта Мана варпанул оппоненту своему. А дома-то отбиться, дружок, нечем тебе. Как ты же так рассчитался все криво. Пилон один, если сейчас пилон отключится, будет катастрофа. Катастрофы не будет. Адепты пришли на мейн к тирану. Циклон все еще не готов. Ну, кровки здесь просто унижают вместе со сталкером. Че, нет, так вон. Ей сейчас будет иммортл и все. Тогда приносут ГГ ждем. Это да и... Оооо, он вообще не видит, что ему рабочих убили. Он точку сбора туда ставит. Ложка этот играл когда-то, я помню. Он был в сетках, был в сетках раньше. Он играл даже, может, и не на ГМЛ-то даже, я не помню. А может, нет, может, на ГМЛ. Но потом подзабил. Давно уже больше комментатор какой-то, по ходу дела. Спасибо всем за поддержку еще раз. Ну что, 2-0 мана. Мана, 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 мана. Мана, 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 мана. Результат нам пока неизвестен. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, что-то ждем мы тут. Что мы ждем, я не знаю. Так, а мы дальше не можем, да? Нерчи играют, Шусмана сыграть и Блай играют, получается, да? Короче, можно отойти, ребят, водички налить. Здесь мы Блай ждем с Нерчом, там еще непонятно, пока что происходит. Потом результат дадут. Вот я не знаю, Варди хочет стремить по репкам. А если они, допустим, одну игру сыграли, а сейчас вторую играют, допустим, а потом третья будет у них еще. Что, ждать еще третью сидеть, что ли? А если третью смотреть, то счет будет известен, даже смысл монеты. Странно, тут Варди сделал, короче. Так, кстати, давайте-ка я пока, время есть, просто это... Запись, наверное, надо выложить-то так-то. Мы гудгейм вчерашнего дня. 7 часов Старкрафта с нашими игроками. Здорово всем. Вел хорошо, пацаны, Мфьера, здорово. Продолжение следует... Так, третья карта, значит, 1-1 угла с... Нерчон там. Продолжение следует... Продолжение следует... Плюсики, ребят, 10 штучек надо, как обычно, чтобы другие увидели. Что там Варди-то говорит? На, Варди вообще свалил надолго. Ну все, Блай начали, а я не буду стримить, Варди сказал, что подождите его. Вот, и... Ладно, подождем, что там говорить. Что-нибудь подождем, что-нибудь посмотрим. На минутку тоже отойду, пацаны. Пацаны. По-моему, вот... Пацаны. П mogла!!! Пацаны. У меня очень много. Погналет. Пошли... До deleted. Пролета. На нере. Попедурение следует... Продолжение 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 следует... Ну что, мана какой-то инопланетянский в рот, я смотрю, нерч, это тупо нерч, нарцисс ещё тот, ай-яй-яй, вот он нерч. О, мана чё, не крутится ничего, рядом с нексом, ну пробочку берёт, пилончик на второй вошёл, в разведку мана идёт. Нерча дроны делают всё стандартно, абсолютно, овер-дроны. То есть интересно, нерча овера заказывает, то есть другие, максимум, дроны стритом овера заказывают, нерча из-за одного рабочего до дрона заказывают, насколько я вижу. Опа, мана идёт на грани того, чтобы блокануть заказ хаты, нерча здесь нахо, мана был. Ну нерча склевает хатку, поставить всё нормально, увидел разведку и хату запилил. Сразу газ поопёр здесь. Сразу газ поопёр здесь. Так, ну что, стеночка у мана, ребят, у нерча хата доделывается. Газа сотка почти, сейчас можно мув будет заказывать. Сразу пошел мув, пошла королева, пошла второй байс сейчас королеву, да, заказано. Ну, все для, в общем-то, макро делается. Играет этот, пригодится на собак для того, чтобы, конечно же, противостоять всяким там адептам и т.д. Ну, потому что скорость не очень рано заказал, очень быстро у него скорость получается. Адепт к нему придет, а у него уже скорость наполовину примерно будет их наполовину. Она уже больше, чем наполовину будет готова. Половина это 40 секунд, а уже 30 она с лишним делается. Здесь вроде все контролят, нерча третья, так. Решение еще не знал, куда пробка и правильно сделать. Адепт приходит, собака убегает, хат заказано четко. Пришел адепт, все, через 20 секунд скорость будет готова. Это значит, что тут надо предельно внимательным. Будет сейчас еще нерч пару адептов и пару лингов да закажет, а лучше 4, потому что 8 было. И будет со скоростью уже убивать его легко достаточно. Сейчас второй адепт придет, 6 лингов хочет нерч иметь. Ну, вроде 2 адептов 8. Конечно, 4 линга идеально на адепта, то есть они... Окружить их можно, его принять легко достаточно. Так, залетает овер. И сейчас прям нерч палит Stargate, это идеально вообще, конечно. В это время 2 адепта единственное пришли. Неприятно так нерчу, вот он с Stargate палит. Собаки начинают адепт жрать. Слюс 2 королевы, похоже адепты отсюда не уйдут. Да, уже не ушли. Спорка на мэйне, спорка на второй бой. Да, на второй тоже спорка заказана. Все, Оракула летит вперед. Спорки строятся крайне быстро, 21 секунду. И будет все прекрасно, да. Войска ароя, потагоны. Войска! 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 Слышит! Слышит! Войска! Войска не проникает, да. Но с сегодняшним эпиха и забил может не применить. Квайлайт робу у него, а Оракул ничего не сделал, в принципе, да, как бы Грон, Дуалинга Два овера, единственное, погибло Сейчас еще Так, это два овера, да, два погибло, все нормально Вообще Дополнительная спорка На мэне Гидроден Эволюшн у Нерча На второй базе, в общем-то Ну, стандартно, абсолютно, дроны строятся Гидроден есть, все есть Гидроден есть Перспективы есть, как бы Жизнь идет Призму спалила собака Белая полоса пошла у Нерча Ну, а Ман на третий Некус Выходит, Нерчу, кстати, нечем Очень напрягать его У Нерча 63 дрона уже У него нет Беллинг Неста У Шенегидра, Линга Прессинг Какой-то, если честно Так, нет, матч-то, конечно, не последний На сегодня Еще по реплеям Блая Два матча мы посмотрим Блай Нерч и Блай Блай обещал Обтимуса развалить То есть Блай обещал, что С Оптимусом он нападать будет первым Так, гидра плюс от королевы Почти сбрил Нерча фона Хороший прием оказал Призму, правда, не сбил Но ничего из рабочих не потерял Так, гидры все больше и больше Там третий нету С Опу, что будет очень серьезной Со стороны Нерча Мана пытается выйти Насколько я вижу В этот Так, Архоны приходят Смотрите, как мана хитрожопа какое Бархона, Абархона Выбил эту Криптума Выдает Так, Соракул, Ревел Эштайн Все, гидра вперед Покатила по чуть-чуть Актервера тут принимает Нерч Мановского 66-41 по лимиту Чарж не готов еще Тоже, пока еще не готов Не надо с собаками до готовности Мне кажется То есть не надо с собаками Без гидры Вообще будет ступать с архонами Там ни с чем По-моему Так, Сават Аменец зашел Просто глупо сюда Очень, по-моему, глупо Тереть Так, пытается кибернет-шку убить Выбивает кибернет-кумани Выбивает скилон в рампе Гидры все больше и больше Шторм только-только доделаться сейчас Куда шторм пойдет? Пойдет ему куда? Пошло два шторма, да Но Нерч увернулся, по-моему От обоих штормов Это 1-0 Нерч, ребята Что-то тут вообще Гром какой-то происходит Все в вечер уже Все спешат И быстрее отыграть И Нерч решил, что гидролинги зайдут И они заходят вообще Бывая уже играет Но будут записи все потом По-моему, еще Ну что, Нерч 1-0 Вторая карта нам нужна Присоединяемся к игре Присоединяемся к игре Присоединяемся к игре Присоединяемся к игре Присоединяемся Присоединяемся к игре Присоединяемся к игре Кр touг Нерч、 отbo distractions » Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Ставит вторую на третью ману, в этот раз как-то завлочил, походу, да? Продолжение следует... Так, ну что, стенка у маны до конца не закрыта, но сейчас будет закрыта. Глубоководная риф у нас карта. Старгейт от маны пошел, у нерча третья хата, у нерча... Третий хат на вторую, потому что у нерча собаки добавляются плюсом к адепту. Ко второму уже получается адепту. Сейчас лингов будет восемь, может вообще нерч хочет запушить здесь. Например, ровер сюда подводится, хотя нет, здесь бытовой, где-то здесь висел для передропа. Может он с одной стороны только передропывать хочет, например. Нет, собаки пошли, значит передроп не будет, значит линги не будут до конца маститься просто-напросто. Так, адепт пытается лишь ловить маню. Успел в последний момент вообще догрызть здесь адепта нерча. Пробка куда-то мана едет сейчас непонятно куда. В общем, на халяву она проезжает сейчас к нерчу. Сейчас он ее поздно спалит. Здесь все и разгоняет мана сталкерами, я смотрю. А здесь-то пробка, посмотрите, в проходе стоит, прибегает нерч. О, прикол. О, прикол, адепт падает, пробка падает, вообще прикол. Сейчас пилон упадет у маны здесь на второй базе. Варп в итоге сбит тайминг варпа получается. Собачки на мейн вообще пробегают. Оракулам придет еще здесь обороняться, давайте. А, придется здесь обороняться, Оракулам. Кробок 5, уже минус 2-0 что ли. И еще пачка бежит от нерча. Загорелись у него глаза, что-то он хочет прорываться сюда. Сейчас сталкера попытаются заминусовать. И ведь минус нет же. И ведь не заказать здесь дани никакого. Мана ливает. ГГ, ребята. Ну, нерч очень быстро с маной прям реально разобрался. Так, манерч похоже блайту слил что ли. Я не знаю, и что он спрашивает. Я ХЗ, короче, не знаю, ребят. Посмотрим. 2-4 минут, вторую игру уже играет. Сверху. Сверху. И, бежать. Все. Сверху. Так, ну что, нет же против Ла, по репкам сейчас будет матч этот, отстримлен быстренько. Ну, так вот мана отлетела вообще. Я не знаю, почему так вот, короче. Так. Ну, так вот. Продолжение следует... 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 И по рабочим вровень практически идут, что самое главное. Ублая шпиль. Ублая шпиль. Интересно, сработает или нет, придет до шпиля, убьет. Вообще то, что мув раньше шпиля, это очень плохой показатель вообще. Очень плохой показатель. Так как сейчас просто выход пойдет раньше, чем мута вылетит, по-моему. Так, скорость до скорости. Шпиль 71, скорость 70. Так, 38. Ну, хотя нет, шпиль примерно одновременно со скоростью будет. Но вопрос совершенно в другом. Няч уже выдвигается вперед здесь и здесь. И так, ворочат, побежали сзади, я что-то понимаю. Оставил бы Бэйна в пару дома, да и все. Ну, собак Няч отбил. Уже к Блая практически пришел. У Блая тут что-то много прям пушек как-то заделано. Ну, намутались как-нибудь ресос, например, сейчас. А Роучи здесь пачка в рост гигантская пришла. Проходит, Няч, прямо внутрь. Скорость готова, Роучи. Не-не, это же ГГ, это КОП. Тут уже пушки не спасут точно, Блая. У нас фоярболок уворачивается там, Няч. Здесь все падает, 4 мута-ля заказано. Да тут они уже не спасут в этой игре. Точно Блая. ГГ пишет Блайд, нам нужна вторая игра. Я точно знаю, что три было игры, значит Блайд следующую точно. Выиграет, не буду вам секрет раскрывать, да? Сказал, ну я видел все, что я, блин. Я честный парень. Вам все и рассказал сразу. Ну, кто победит, признаюсь честно, не знаю. Ну, кто победит, признаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что, вторая карта была Нерч, ребятки. Нерч 1-0 повел сейчас. Здесь пулы первые пошли. Одинаковые абсолютно билд. Пулы безгазовые. Заказаны хаты у Блая у Нерча, оба бегут вперед сейчас, не знаю, будут разминаться, пытаться друг с другом или нет. Ну нет, смотрите, друг друга заметили. Нерч назад разворачивается. А что он назад разворачивается? А Блай бежит к нему. И хрен знает, сколько Блайлингов, например, настроит. Кто сколько здесь настроит, непонятно, нифига. Так, Нерч выставляет здесь пост из собак такой. Чтобы они удачнее позицию имели и дрались лучше. Ну Блая 12 собак, у него на 2 больше, то есть он больше заказал. Пока они в те 12-ом соберутся, да не знаю, пройдет столько времени, что Королева уже, конечно же, сюда успеет прийти просто. Ну все, Блая 12 собрались, собака, у Нерча Королева здесь есть, вы видите. Блай бой дает, точнее Нерч бой дает Блая. Хотя, с другой стороны, Блай здесь рядом с Нерчом, а не Нерч рядом с Блаем. 5 собак здесь, 3 здесь. Осталось, как было, на 2 больше, так и осталось на 2 больше вообще. Так, ну пару лингов Нерч Блай здесь зажал, 2 на мейн пробегают. Одного дрон, ну не, аж выжрал все-таки. По рабочим уровень идут. Две Королевы плюсом у Блая. У Нерча 2 газ заказано, у Блая ничего пока не заказано почему-то. Так, и туморы ставятся, и Валюшн у Нерча какой-то ранний. А, погодите, зачем Эволюшн? Это явно какой-то грейд, наверное, плюс 1, какой-то ранжовый будет, или я не знаю, что это за грейд. Может, броня собакам и скорость потом я не смогу. Может, КЗ, мне сложно сказать, ребят, что это за грейд. Но Нерча это быстрый билд хочет явно сыграть здесь, и может поплатиться он за этот быстрый билд, мне кажется. Так, 2 овера Блая, Нерча пробил здесь просто. Три Королевы Блая вперед, прям три. Блая и третья хата делается, и дрона делается, все нормально, короче, Блая. Нерча лэйр пошел, и плюс 1. По рабочим в плюсе, здесь стеночку закрывает, Роучворн ставит, плюс 1 лэйр так делается. Все нормально, третий пока не заказывает, еще он здесь криптумов-то был, он же хате не мешал вообще здесь, по-моему. Так, а это что такое вообще в этом происходит? Это что за спешл тактикс-то Блая? Вы вообще видите, что творится? Три Королевы вперед идут. А, ну он напугал и назад пошел, ничего себе, Блай. Он забыл, я вот не понимаю, забыл Королеву или специальный Майн Геймс, что за бред вообще творится? Нерча сагрил на заказ, Роучий сейчас Блай, рабочий, короче, больше намного, сам назад пошел быстренько. Третью добывают же во всю базу, ведь им далеко на третью возвращаться, пока, ну здесь на трипе ускорение, а здесь-то опять медленно она будет идти Королевам. Так, ну Нерч пробивает камни, это, соответственно, Роуч Прессинг какой-то намечается со стороны Нерча. Ну, у Блая намного больше рабочих, у Блая, ну, что ж, плюс 1 и скорость намного позже заказана. У Нерчу будет тяжело тайминг исполнить какой-то такой, к которому Блай будет не готов, почему же, что боевого у Нерча, конечно, больше, но у Блая добыча намного лучше, и сейчас, как бы, он быстрее, в общем-то, начнет Роучий строить, и, возможно, к приходу у Нерча он уже перемастит его. Да, смотрите, там по 12 Роучий просто пилятся. Уже лимита больше, хоть и боевого поменьше у Блая. У Нерча там делается Реводжера, Нерча идет вперед, сейчас 10, так, 5-6 Роучий делает, 3 Реводжера. 5-5-5-5, по лимиту, чуть не понял. Блая проверяет камни, видишь, здесь Нерч идет вперед. А, Блая и плетки 4 ставят, что себе, кстати, плетки могут зарешать здесь точно абсолютно все. Плеток, плетка мне вообще не готов. Третья королева, хотя свою берет одну, вперед. У Блая опять Реводжеров тоже делается. Нерч приходит, плетка сейчас закапывает, сюда собирается. Ну, атака идет, У Блая... Ой-ой-ой, У Блая, тут стоп-королев жесть какая-то. Опасные тут, в общем-то, маневры от Нерча. Повороты, повороты, королевы тоже пришли. Пуш продолжает. У Блая экономика лучше, 4 плетки там сзади ставят. Фаерболят, Нерч, плетки, которые сзади находятся, от Фаербола пытаются там увернуться. Плетка копает свою сюда, вперед. Ну, там 4 плетки, черт бред. 2 только тыкают, правда, из них, но сейчас еще придут, в общем-то. И не придут. Сейчас, если Нерч вперед продвинется, и другие тыкать начнут. Глоким проблением полимит сейчас просел еще чуть-чуть. Нерч меньше стало, чем Нерч, что-то удивительно. Нерч продолжает давить. Ну, так, 56-29, чуть-чуть, не понял. Отбивается Блая, нет? Нет, все-таки отбивается. Блая растянут, прирост у Нерча сейчас слишком сильно. Все, по лимиту проселся, Блая на халяву, королев всех забирает. Ну, и все, ребята, здесь забуксовал Нерч. Пытаются уйти в экономику теперь, но не знаю, насколько это оправдано. Плюс 2 заказал, как Блай будет подстраивать сейчас вопрос открытый. Я думаю, что Блай будет какой-то контр-выход, наверное, делать. А что еще Блай может здесь делать? Так, Нерч заходит к рампе. А что Нерч сюда? Так, Блай видит, что у Нерча тут, мягко говоря, не дофига. Фаербольчики падают. Блай больше, чем Нерча. Странная вещь вообще Нерч делает. Пришел и убился как-то нелепо. Хороший контроль был. Демонстрировать, не отпускает. Но это 1-1. Здесь ловить уже нечего. Посмотрите, какие лимиты. Если бы у него вот эта ошибка Нерча на рампе непонятно для чего сделана, то тогда бы он просто сейчас бы шел бы вровень с Блайом, но у него бы плюс 2 было бы просто в перспективе. Он бы по грейдам бы потом замечательно себя чувствовал. Так, все, Блай врывается, заходит вперед. Принимает. Блай, нечего там рэвы. Теревый пилок, который сзади находил. Теревый пилок, ну 2, а больше рэвы. Чуку больше, чем намного. ГГ, ребята, 1-1. Сзади, 1-1. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... 1-1, ребята Ну что, какая-то Агрессивная карта, я так понимаю Должна быть, я помню, что там Достаточно быстро пацаны сыграли, но не знаю Не хочу планговать Вообще Пул 1 от 2, а ребят Безгазовая опять пул А, или нет, нет, это не безгазовая Ребят, это пах Слушайте, не Не как solar, интересно Блай хочет сделать, типа, показать безгазовую Пул, а сам газ пусть может добавить Вообще У мерча Похож 17-я хата, газ-пул Или нет Да, 17-я хата, газ-пул Блайку-то сверх ранний пул Ну как сверх ранний Так, газ ну неча, пошел Еще два дрона Так, слушайте, а стандартный пул Вот этот вот безгазовый Мне кажется, он как-то позже Здесь еще даже Там уже собаки почти готовы Здесь еще пул даже не строится Понятно, что у них здесь халявит По максимуму Ну то есть, но Что-то у меня такое ощущение Что поздний какой-то этот пул все-таки Опа-на Опа-на А здесь не просто пул Здесь вон какая хрена моя Нир сейчас все спалит Опа, дроны поехали Линги побежали Блин Такая тема интересная идет Интересно, что будет Как нир штрейгит Ну хату сразу от меня Нужно сразу же плетки ставить Десять секунд до готовности пулу Надо раз тут сзади плетку В рабочий плетку Везде, короче, плетки надо ставить Нир сразу три хочет заказать, походу Четыре плетки нир делает, ребят Блай три в ответ Кузака сверху Вот эти блай-то Блай-то юниты будут доставать до плеток Вот в чем проблема, нир чел Дроны дэмажные Все надо уходить отсюда Вон нир чел Собачки криво выходят Нир чел заводит Прям собачек блая Это, кажется, победа блая, ребят Нир чел пытается эвакуироваться Или не пытается нир чел эвакуироваться Нет, эвакуироваться не пытается Но блай-оплетки ненамного позже нир чел, ребят И блай-то плетки Посмотрите Они доставать будут до хаты А нир чел не будут доставать до хаты Это большая очень проблема Так, еще блэ Блай пытается затыкать кату Прям нир чел активно Надо идти вперед Дронами сейчас нир чел Блай в тупую кату Стыкает Минус нир чел Блай нир чел минус нула, оказывается Удает Ну, молодец, что тут говорить Если оптимус у минус нет Первое место для блая Добавляю Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Пошел инвайт, хату не хату Если просто на пофиг Неже бы вкопал плет и победил бы В замесе у тебя дома, а там бы Брудлинги еще бы с хаты выпрыгнули Помогли бы, возможно у него Остались силы для контратаки То есть у него досталось там собак 6-8 как бы Может быть Блай там не успел бы столько отстроить Пока неже бежал бы например Ну не факт конечно Все, последний матч Не надо чайку никакого делать Все нормально вообще Блай против Optimus Надо посмотреть просто И хорош Я так понял, что это не сверхдолгая серия Как это было вообще Субтитры создавал DimaTorzok Ну что пацаны Поехали Первая Карта Блай против Optimus Бо 3 Пока что Блай на первом месте Очевидно идет Он выиграл ману Он выиграл нерча Если Optimus выиграет То с первого места выйдет Это хорошо Уже Блай точно в плей-оффе будет Не знаю как кончится этот турнир Ну я так иду Полагаю до нового года Он кончится Потому что следующие 18, 19, 20 Следующие группы То есть Ну и плей-офф там пройдет В 20 числах Тоже похоже Так Рекламку пилил Но помните ребят Про рекламку Про премиум Поддерживайте меня Канал по возможности Спасибо всем за это Кто так делает Блай против Optimus Решающий матч Практически Зато займет ли Блай Первое место или нет Конечно же он фаворит С Optimus Вот Но Optimus Не раз Блай Пробивал в старом патче Вот А вот В этом я не знаю Как будет дело обстоять Патчи в этом новом Ребят Если кто-то видит Какие-то турниры Которые завтра днем Будут проходить Сообщите мне Потому что Ну пока я нихрена не вижу Если честно Аааа СНГ Квалификация В 20.00 вечера Может что у нас Завтра будет Вот так вот Улучшение командного центра Завершено Вот так вот у нас Смерть на пороге Так Роуч Ворона Блай Да Смотрите Быстрый такой Билд Блай Отигрывает Роуч Ворон Вот Все очень просто Не ну если я Алекс 07 Учится Конечно Тут нечего Сказать Ну я Попробую Все таки Сказать Что ЗВЗ Это Дроном вообще Никто не разведывает Практически никогда И Дело было Не в разведке То есть Это стандарт Играть ЗВЗ Так Как бы Возможность Отбиться Была У Нерча Просто Он недоконтролил Лингов И как бы Ну он неправильно Действовал Получается То есть Ему может быть Надо было Мне кажется И может и хату Вторую не отменять Не знаю Что если бы Он бы Хат не отменял Он бы переселиться Мог бы дрон И так У него минералов Не было Но ему не помогли Эти минералы Плеток то не хватило Не знаю Короче Тяжелый билд Был для Нерча Очень Плюс А Там он дронами Кривейше дрался Вообще Очень криво дрался Ему надо Просто дронов Катать Наверное Было Как бы Не давать Плетки Заказать Построить Было Так Двор Двор Учера Двор Возера Вперед Идут Здесь Королева Встречает Рипера Гелика По Рипера Бардел Рипер Залетел Сюда Пытался Блай Отружить Чего то Ничего Не получилось Чего Королева Это Блай Стоит Не Блай Сам Не Доконтролил Отдает Все Нахер Так Эва Блай Пилит Треть Увера Теряет Очень Грамотно Блай В кавычках Вот Что Блай Тварь Треть Блай Хочет Слить Реведжеров Срочно Эти Блай Зачем Блай Полез За Этим И Овера Просрал И Все Просрал По Рабочим Правда Доминирует Блай Вообще Жестко Во моем Проще Блай Отдать Три Юнит Чтобы Их Выжили И Все Кто Кто Сконсор Торнира Англосаксонские Иллюминаты В виде В виде Варди А кто Еще Ты Думал Кто Не я же Простой Пролетарей Ладно Супернет Варди Варди ТВ Не знаю Кто Зрители Дают Там У него Или Какой Конторы Там Без Поняти Здесь Летают Либератор А нет Это Не Либератор Это Медивар Сумя Циклонами Блай Тут Напрягает Пролетает На Майн Опять Блай Че Ты Тут Видит Он Ай Как Везет Чертяги Был бы Здесь Хоть Один Юнит Королеву Она Бо Сбила Б Она Могла Пытаться Сбить Так Здесь Роу Чера Парочку Блай Делает С реводжерами Проще Либераторов Выбивать Сейчас Придется Без Реводжеров Это Делать Но Блай Пуш Готовит 46 31 По Лимиту Роучер Реводжеры Вперед Идут Здесь Гели Едут Встречать Опа Гелику Сразу Блай Задемежил Всех Принял Схватил Я так Могу Прокомментировать Это Минус Гелиона И Обсимус Утяжка Будет Во-первых У него Все Делает Он Что-то Не Чинит Циклонов Своих Пора Вычинить Собаки Здесь Приходит Два Циклон Собак Блай Проводит Наверх Вот Уже Реводжеры Приковыляли Самые Быстрые Они Быстрее Роуч Это Крайне Важный Момент Так Суцеху Блай Остается Сбрить Она Смысл Выберевать Суцеху Она Хоть и Строющаяся Безброни Но Депоха Вообще Намного Меньше КП Меньше По-моему Депоху Надо было Убрить Просто Блай Так Паерболы По Марикам Проходить Умудрять У него Контролить Оппонент Блая Оптимус Паербол Смедива КГ 1 0 Блай Ну Блай Обещал Что Сыграет Соответственно Не даст Оптимус На опасность Вот так Сказал Сам буду Первый Накладать Ну Так И не соврал В общем-то Жду Невая Так Варли Сейчас На секундочку Встану Погодите Накладать Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну что, семнадцатая... Хата газпул ублая, ребят. Карта битвы на променаде, необычная такая карта. Ну а здесь барагас... Нет, да плохо, а газбарак здесь был бил. Похоже, потому что газа 50 на половине барака, значит, газ был рано заказан. Вот. Вот. Так, ну у меня что-то такое ощущение, что... Будет билд в подобной первой игре, потому что этот матч быстро как-то кончился. Я так по играм понял, чтобы я быстро освободился, как бы. Посмотрим, посмотрим. То есть уже, если бы, например... Ну ладно, не буду ничего говорить. Давайте смотреть просто. Две королев, четыре сова, скорость вообще. Так. Как ты хочешь поставить хату на рампе и не пустить дронов вообще-то о чём? Говорить, что... Как ты вот... Ну здесь такая рампа. Здесь-то можно, кстати, хатой заблочить, например, рампу. А как ты там хочешь это сделать? И то здесь не факт, что заблочится она. Здесь нет других рам, к сожалению, на этой карте что-то показать. К сожалению, не явно. Рампу-су. Рампу-су. Такая такси-карта, она редко, ну, то есть Катю черкают, Катю не черкают, но имеет место быть, она имеет право на существование Эта карта почему выйдет? Так, Рипер и Гелик прорываются к Блаю, Блай дамажит Гелик, Блай потерял дрона, Блай нефтеряет второго пока что Рипер уже на мэне, у Глая 10 еще рабочих строят, еще и Блай оборзел, одних рабочих строят Два за это ему Птимуса забрал уже Все, два забрал, больше не получилось, Рипера отдал Блай, Ровуч, Ворон, сделал здесь Гелике, дроп циклона, щита и карта вообще Чему Оптимус не играет мех, ведь Аликс 0.7 сказал, что мех лучше Био Так это Он же не видел стрима, если бы видел бы, то А точно с ней играл, мне кажется Какая не видел, когда буду, что он узнал Так, опять у Блай, вот 20 лимита сейчас есть, 20 лимита Захажи ты дронов, вот 400 нейралов, просто 8 дронов, нет, у Блай строит еще 4 овера А все почему? Потому что Блай готовит какой-то врыв, похоже, к Оптимусу У меня объяснений нет Какой он хитрец, а Какой он хитрец, а Безпроца на эти карты Решают Что-нибудь никвина, не знаю Вбросил, чтобы Посмотреть реакцию И стопудово к нашлось бы дохренать из кудо Стопудово, да имбо, имбо вообще Имбо вообще имбо просто Ну никак ничего не делать Хотя Дарк с детства Вы помните, да королки с детства Дарк вообще В хлам пробрил, кстати говоря Роучеры вперед, а тут шоу Птянутся дому вообще здесь 2 гелик и 20 куна Поздравляю, Шарик, ты балбес 2 циклона Тут не спасут двумя геликами От этого всего Пуша похоже, Оптимус У него шоу-блай здесь 6 стрелочей, 6 роучей 21 собачка Ничего себе собак, что-то много А я их и не заметил даже Выжимаются циклоны, фаерболы Куда? По ХСМам и по циклонам По всему, что-то можно По циклонам попало 2 фаерболы Это очень много Чуть циклона всего 2 Это ГГ, ребята Это победа Нормально Блай раскидывает, нормально Блай сегодня под вечер разбушевался Блай занимает первое место В данной группе, ребята Продолжение 18 числа Этого турнира будет Группа Б Пока там даже неизвестно, кто в ней есть В этой группе Ну а Блай поздравляю с выходом плей-офф Ребят, вас благодарю За поддержку и за внимание Сегодня стрим был и днем С 12 часов до 7 Сейчас 10 часов Я сегодня стримил Вот так вот Будем надеяться Это станет доброй традицией Все, давайте, ребята Всем успехов В новой рабочей неделе Завтра понедельник Я закругляюсь Записи выложу на YouTube Завтра будет отборочный EMA СНГ вечером в 20.00 Вот Приходите смотреть Приходите смотреть Будем смотреть вместе Я вроде не знаю, откуда ли стримить Там будет стрим или нет Ну что-нибудь-то я застримлю вечером Днем вроде ничего не видно завтра Поэтому Отдохнем немножечко, наверное Хотя может что-то и появится Не знаю Ну а на сегодня все Записи найдете на YouTube Завтра все выложу Пока